Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Ирины Чекуновой, а в гостях у меня Татьяна Каменская, начальник отдела организации дознания УМВД России по Тверской области. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы будем предупреждать жителей региона, говорить о безопасности и прежде всего о безопасности на дорогах. С этой темы давайте начнем, потому что по статистике с начала года у нас произошло 50 аварий по вине нетрезвых водителей, в которых 8 человек погибло, 65 получили ранения различной степени тяжести. Давайте еще раз о наказании, которое предусмотрено, тем более какую ответственность принесут те, кто повторно управляет машиной в нетрезвом виде. Да, конечно, очень актуальная тема, остается актуальной на протяжении не одного года, практически более десятка лет эта тема существует. И, конечно же, борьба с преступлениями, связанными с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не может не беспокоить, в том числе и правительство страны, законодателей нашего государства. И анализируя из года в год, каким образом происходит борьба с пьяной ездой и наказания, какие определены законодателем, неоднократно ужесточалась ответственность административная для начала, потому что сначала существует привлечение к административной ответственности за управление в состоянии опьянения и за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. После чего, если это совершается повторно, соответственно, возбуждается уголовное дело, начинается уголовное преследование лица. Для начала по части 1 статьи 264 прямовой, а если человек осужден уже за это, то по части 2 статьи 264 прям 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так вот, в чем еще произошло ужесточение наказания. С декабря 2022 года вступило в силу такое наказание, конфискация транспортного средства, которым управляло лицо в состоянии опьянения, и это лицо является собственником этого транспортного средства, в доход государства по решению, естественно, суда. Весь 2023 год это анализировалось и просматривалось, каким образом применяется это законодательство. Оно применялось очень активно. Вместе с тем, законодатель расширил понятие, издав пленуме Рерховного суда, расширилось понятие, что такое собственник транспортного средства в данном случае. Может человек сказать, машина мне не принадлежит, она брату моему принадлежит. Так вот, в пленуме разъяснено, что конфискации принадлежит и транспортное средство, которое находится в совместной собственности, в том числе в собственности с иными членами семьи. Далее, законодатель разделил 264-ю прямовую статью на первую и вторую часть, как я уже сказала, и по второй части предусмотрено было наказание до трех лет лишения свободы, потому что когда статья была просто 264-я прима 1, она была небольшой тяжести, где было лишение свободы предусмотрено до двух лет. Так вот, анализируя решение судов по привлечению к уголовной ответственности, по второй части статьи 264-й прима 1, суд в основном применяет лишение свободы. Помимо того, что там лишение права управления, конфискацию транспортного средства, если это собственник был на данном транспортном средстве, плюс в основном дает лишение свободы. За вынесением судами таких решений, ввиду того, чтобы не были приняты более мягкие решения, прокуратура очень жестко надзирает, в случае мягкости приговора обжалуют эти решения, и, как показывает практика, все-таки лицо получает лишение свободы. Лишение свободы. Как быть, если человек, допустим, взял машину в своей организации, а ему в понедельник выезжать куда-то, а он в воскресенье попадается нетрезвым? Но, к сожалению, законодатель пока определил конфискацию только в случае, если собственник за рулем транспортного средства в пьяном виде. Но лицо, которое является собственником транспортного средства, если это не родственник и не совместную собственность имеют на транспортное средство, собственник транспортного средства несет административную ответственность за передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Да, это штраф, это не конфискация транспортного средства, но вместе с тем ответственность все равно собственник транспортного средства понесет. На сегодня это не конфискация, но пока на сегодня. Я думаю, что проанализировав, сколько у нас управляет чужими машинами, законодатель может внести изменения и ужесточить их наказание ввиду того, что независимо от того, каким транспортным средством управляло лицо, находящееся в состоянии опьянения, будет машина конфискована в доход государства. Вот статистика, если можно, с начала года сколько в суд направлено уголовных дел? Значит, именно по 264 прямовой части 1 и 2 направлено 170 уголовных дел в суд. По этим 170 уголовным делам, нет, направлено в суд 190 дел, а по 170 наложены аресты на транспортные средства. Это 170 человек управляли транспортными средствами, где они были собственниками. Несколько слов о том, куда направляются конфискованные автомобили? Значит, реализацией конфискованных по суду транспортных средств занимается служба судебных приставов. И в первую очередь предлагается их направить в зону СВО. Есть транспортные средства, которые обладают проходимостью определенной, но и подходят для того, чтобы оказывать помощь и быть в зоне СВО, для того, чтобы проще было нашим ребятам проходить там службу и нести ту задачу, которая на них возложена. Еще хочу добавить, что ушлые пьяные водители, горе-водители, скажем так, могут продать транспортные средства до того, как состоялось судебное заседание. Так вот, законодатель разрешает суду накладывать аресты и конфисковывать денежные средства, за которые продано транспортное средство. Не уйти. Не уйти. Либо все равно деньги надо будет в доход государства, уже прям деньги перечислять, либо само транспортное средство поступает на реализацию и оно реализуется. Татьяна Геннадьевна, вторая проблема большая, не менее важная, как пьяные за рулем, это мошенники, которых, к сожалению, не становится меньше и до сих пор находятся люди, которые верят. Уж сколько раз не говорим, сколько не объясняют. Сотрудники полиции уже перешли чисто на профилактическую работу, ночью не спят. Да, к великому сожалению, это прибавило нам работы с гражданами по профилактике данного вида преступлений. Это и рекламные баннеры, и в подъездах, и в магазинах, и в Сбербанках, и в райсобесах любого плана, да, развешаны различные рекламные плакаты, на которых рассказано про все виды мошенничеств, про то, как уберечь себя от мошенничества. Но я понимаю, что иногда у нас граждане бегом пробегают и читать некогда, у кого-то, может быть, зрение не позволяет. Но, с другой стороны, ведь и сходы проводят. Да, проводятся сходы, приходят на предприятия, в организации, в школы даже приходят, потому что и дети, иногда балуясь с родительскими телефонами, умудряются мошенникам перечислять деньги с родительского счета. Но дело все в том, что, наверное, недостаточно, раз у нас продолжают ежедневно документироваться факты совершения перечисления гражданами денег мошенникам. Недавний пример. 8 миллионов? Да, на прошлой неделе женщина-житель города Твери перевела мошенников в 8 миллионов рублей. Не своих, замечательно. Да, частично там были сбережения, но в основном это взяты кредиты и проданы имущества. Вот о чем бы мне хотелось, чтобы граждане нашего региона услышали, жители нашего региона услышали, что денежные средства даже при раскрытии этих преступлений, а в основном ловятся те курьеры, которые приходят и получают деньги наличкой, Это особенно, когда речь идет о ДТП, якобы случившемся с родственниками, и жители передают миллионами суммы денег за якобы разрешение проблемы с невозбуждением уголовного дела. Хочу сказать, что никогда в жизни невозможно решить таким образом такую проблему. В основном курьеры, которые из этих сумм, которые получают на руки, перечисляют в основном своим кураторам, а себе берут минимум процент от общей суммы полученной. А эти кураторы, уважаемые граждане, услышьте, как правило, находятся на территории Украины. И возвращаюсь к вопросу войны и выполнения спецопераций в зоне СВО, что наши ребята там воюют, погибают, получают увечья. А мы, вот такие мы, я сейчас говорю про всех жителей Тверского региона, я не беру всю Россию, давайте про свой регион поговорим. А мы продолжаем поддерживать врага, потому что эти деньги поступают врагу, которые используют их в борьбе с нами, с нашими воинами, которые отдают свои жизни за решения поставленных перед ними задач. Помните о том, что даже когда мы раскрываем эти преступления, как правило, денежные средства назад невозможно вернуть потерпевшему. Да, преступники, какие-то преступники из этой большой цепочки совершения мошенничества несут уголовную ответственность. Но удовлетворение материального потерпевшие, как правило, не получают. С них нечего взять. Это первое. Ну и второе. Ну неужели у кого-то не возникает мысли содержать вражескую армию? Думайте об этом. Самый простой способ уберечься. Как только с вами люди, позвонившие с незнакомого номера, начинают что-либо спрашивать про какие-то счета, обговаривать любые денежные средства, предлагать сначала что-то оплатить, а потом вы что-то получите. Отключайтесь и положите трубку. Если это речь идет о каких-то страшных событиях, кто-то попал в ДТП, заболел, вы же перезвоните и узнайте у своих родственников, так ли это. Действительно ли случилась с кем-то какая-то беда. И если она случилась, поверьте, таким путем вы никогда не решите никакой вопрос. Это первое. Второе. Не бегите вы в банк. Позвоните своим друзьям, родственникам. Расскажите о том, что вам сейчас был осуществлен вот такой звонок. Надо ли на него как-то реагировать. Но и самое главное, никакие спецслужбы не проводят никаких операций, тайных, каких-то супер засекреченных, с использованием денежных средств граждан, имущества граждан, жилья граждан. Никогда. Вы, если продадите квартиру для того, чтобы помочь провести ФСБ какую-то операцию, вы помните, что вы просто будете бомжом. Вы останетесь без средств к существованию. Никогда ФСБ не проводит операцию с задействованием средств граждан. Никогда. И никакая другая организация, ни прокуратура, ни МВД, никогда не попросит у граждан денег на проведение операции, а уж тем более не попросит продать какое-то свое имущество. Запомните это. Услышьте меня, пожалуйста. Поэтому никакие денежные операции не проводите, не перечисляйте и никому в этом плане не доверяйте. Ну и тех граждан, у кого есть престарелые родители, бабушки, прабабушки, банки идут навстречу и съездите в банк. Узнайте, где имеется счет у вашего пожилого, глубоко престарелого родственника. Оставьте заявление, чтобы никакие денежные операции ваш родственник не мог совершить без вашего участия. Оставьте свой мобильный телефон для того, чтобы избежать тех фактов, когда пожилые люди, скопив около миллиона рублей за всю жизнь своей работы, бегут, снимают и перечисляют непонятно куда эти деньги, а непонятно куда, я уже вам сказала, куда чаще всего эти деньги идут. И, конечно, для них это потом происходит стресс, это еще и подрывает их здоровье, моральное здоровье, физическое здоровье, сердечные приступы. Вот с этим бороться мы можем только все вместе. Никакая одна полиция с этим не справится. Да, если человек сам наконец-то не поймет. Но я думаю, что вы сейчас так все объяснили, что до очень многих людей дойдет. Будьте осторожны, будьте бдительны, уважаемые друзья. К сожалению, программа наша подходит к концу. Прислушайтесь, пожалуйста, к советам, к рекомендациям нашего эксперта. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Татьяна Каминская, начальник отдела организации дознания ОМВД России по Тверской области, полковник полиции Татьяна Геннадьевна. Спасибо, уважаемые друзья. Будьте бдительны и берегите себя. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин